Ассалам алейкум, братья и сёстры. Основным методом смертной казни в Саудовской Аравии является декапитация, отсечение головы, согласно требованиям шариата. Ребята, кто хочет сотрудничать с моим каналом, поставить рекламу на моём канале, в описании есть ссылка на ВКонтакте, пишите, обсудим. Кроме обезглавливания арабской саблей, самый распространённый вид казни применяется также побиением камнем, и редко как для мужчин, так и для женщин – расстрел. В особых случаях встречаются даже случаи распятия обезглавленного тела. Большинство казней проходит публично, чаще всего на центральной городской площади. В Саудовской Аравии существует должность государственного палача. Должность главного палача Мекки передаётся по наследству в семье Аль-Биши, и каждый наследник утверждается на должность самим королём. В настоящее время главным палачом является Абдалла ибн Саид Аль-Биши. Казни в Мекке проводятся на площади перед воротами Абдель-Азиза. До этого они проводились напротив мечети Аль-Харам. В стране существуют и другие династии палачей, которые, подобно семье Аль-Биши, передают своё дело из поколения в поколение. В 1995 году казнено 192 человека. В 2002 было казнено 47 человек. Вот, ребята, смотрите статистику до 2015 года. Всего, по данным на сайте Международной Амнистии, за период с 1985 по 2016 годы в Саудовской Аравии казнили 2000 человек. Это, ребята, не полная статистика, она постоянно обновляется. Процесс казни. Сам процесс казни в Саудовской Аравии – целая церемония традиций, которые хранились и пополнялись на протяжении многих сотен лет. Все казни совершаются после полуденной молитвы. Это происходит на центральной площади. Осуждённый на смерть доставляется на место с завязанными глазами. Силы правопорядка очищают площадь от автомобилей и прохожих, после чего на земле расстилают кусок материи или пластика голубого цвета. Офицер ведёт осуждённого в центр этой материи. Осуждённый становится на колени лицом в сторону Мекки. Полицейские зачитывают приговор и отдают приказ привести его в исполнение. Палач получает меч из рук офицера полиции, подходит к осуждённому со спины и перед отсечением головы делает несколько взмахов мечом в воздухе. Для скорейшей остановки кровотечения на казни всегда присутствует медицинский работник или группа медиков. Тело обезглавленного хоронят в тот же день. Смертная казнь отразилась и на культуре арабов. Так, например, популярный народный танец войны «Аль-Арда» во многом произошёл от движения палача. Преступлением, за которое в Саудовской Аравии предусмотрена или допускается смертная казнь, относятся умышленное убийство, гомосексуализм, вооружённое ограбление, изнасилование или насильственные действия сексуального характера, религиозное отступничество, контрабанда, торговля, хранение и употребление наркотиков, угон самолёта, колдовство и чародейство, лжепророчество, богохульство, атеизм. В ряде случаев казнь может быть заменена помилованием по договорённости сторон и выплатой так называемых кровных денег, компенсацией за совершённое преступление. Кстати говоря, Саудовская Аравия считается одной из самых неприступных стран мира. Пишите, что вы думаете по поводу этого видео. Всех уважаю ценю. Всем пока.